МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. С вами Юлия Важенина. Сегодня в выпуске. Знай наших! В Чувашии честовали спортсменов, которые стали победителями и призерами международных спортивных соревнований. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Открытый город в вашем телефоне. Как участвовать в жизни столицы республики с помощью специального приложения? Праздник к нам приходит в Чебоксарах. Начали устанавливать главную елку. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрев будущее, живи настоящим. Сегодня во Всероссийский день правовой помощи детям в Чебоксарах в национальной библиотеке прошел обучающий семинар для школьников. Своя субкультура, свой мир, отдельное от взрослых, обостренное чувство справедливости, свои ценности и приоритеты. Подростки всегда стремятся к самостоятельности. И в поиске собственного я ребята часто сталкиваются с вредными привычками, неправильными поступками, которые предупредить легче, чем исправлять последствия. Родители в одиночку не всегда справляются с этой задачей. К ним на помощь приходят педагоги, представители правоохранительных органов, общественности, медики. Все они сегодня собрались в национальной библиотеке, чтобы поговорить со школьниками об их интересах и предостеречь от неправильного выбора. Говорили о многом. Как вести себя в интернете, какие посты в соцсетях противозаконны, как удержаться от настойчивых предложений попробовать психоактивные вещества. Если сказать по статистике, то на данный момент у нас состоит под наблюдением 221 подросток. Из них 24 человека имеют проблемы с потреблением психоактивных веществ. Это данные по Чувашской Республике. Сегодня мы отмечаем День правовой грамотности. И для детей это очень важно. Мы хотим сегодня познакомить с программами и проектами, которые мы реализуем. У нас есть такие программы, как «Осознать свой выбор», «Про здоровье», «Пасхальная радость». И я хочу пригласить сегодня подростков участвовать в наших программах. Как будет называться остановка транспорта, магазин «Природа» или библиотека имени Маяковского могут решить жители Чебоксар. Официальный сайт «Открытый город, где идет голосование» работает всего три месяца и уже имеет более 5000 подписчиков. Для того, чтобы быть в курсе событий города и принимать активное участие в его жизни, нужен сотовый телефон и желание. Регистрация на официальном сайте «Открытого города» занимает всего пару секунд и открывает большие возможности. Каждый участник будет находиться в курсе основных событий столицы и сможет решить, на что потратить деньги из городского бюджета, какой символ года будет стоять в центре города и другие вопросы. Вопрос был, который мы задали населению и спросили их совета, какие основные направления новые нужны в рамках деятельности волонтерского центра города Чебоксар. Больше всего заявок как раз на школе волонтеров – это экологическое волонтерство. Мы видим, что это на самом деле голосование было актуально, оно было важно и по заявкам мы можем судить действительно, что горожанам оно интересно. Регистрируясь на сайте ОГ21.ру и принимая активное участие в жизни города, жители зарабатывают баллы, которые можно будет обменять на ценные призы. Ольга Алексеева, Валерий Резюков, Республика. Святость материнства – врачи отделения охраны репродуктивного здоровья президентского перинатального центра в числе финалистов всероссийского конкурса. Наших специалистов отметили за проект психологической поддержки молодых матерей. В этом году отделению исполнится 15 лет. Около 400 беременных ежегодно обращаются в отделение охраны репродуктивного здоровья. В их числе есть и те, для кого беременность желанная, но больше половины девушек приходят по вопросам ее прерывания. И тут врачи считают важно дать женщине время подумать. В так называемые «дни тишины» в процесс вмешиваются медработники. Врачи-акушеры-гинекологи раскрывают медицинские аспекты данной манипуляции, рассказывают женщине, насколько это вредно для здоровья, какие это может иметь последствия. Всем давно известно, что профилактировать гораздо легче, чем лечить, а в ситуации с абортами тем более гораздо легче, чем ликвидировать последствия, которые возникают как в организме женщины, так и вообще в целом в душе женщины после данной манипуляции. Сразу после приема у врача-гинеколога беременные идут к психологам. Именно они принимают активное участие в сопровождении беременных. Мотивировать к дезарождению врачам удается порядка 50 мам в год. Бывают в центр приходят и подростки, около ста ежегодно. Среди них врачам удается убедить большую часть составить ребенка. Бывают такие ситуации, что женщина очень твердо стоит на своем и очень жестко вступает в отношения в кабинете психолога с самим психологом и говорит, что ничего мне не говорите, я все уже решила, и мне не нужно никаких здесь консультаций, но я вынуждена здесь находиться, потому что врач направил. Именно такие беременные в итоге меняют свое мнение и оставляют ребенка, и, как правило, никогда об этом не жалеют. Чувашские инспекторы ГИБДД записали видео ко дню памяти жертв ДТП. Патрульные авто со включенными спецсигналами выстроились в надпись «Нет ДТП» на парковке у площади республики. Видео уже набрало более 40 тысяч просмотров. Ситуация с аварийностью на дорогах республики остается напряженной, поэтому важно усилить работу всех структур, которые отвечают за обеспечение дорожной безопасности. А отмечают в УГИБДД МВД по Чувашской республике. Дорожные инспекторы таким образом хотят еще раз привлечь внимание общественности к проблеме аварийности на дорогах. Ушел из жизни главный режиссер Чувашского тюза, заслуженный деятель искусств республики, актер, этнотеатровед, педагог, драматург и поэт, и переводчик. Иосиф Трер скончался после продолжительной болезни. В этом году ему исполнился 71 год. Иосиф Дмитриев родился 27 июня 1947 года в деревне Юськасы Цивильского района. Получил актерское образование в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии. Кроме того, закончил Московский государственный институт театрального искусства имени Луначарского. До последних дней своей жизни работал главным режиссером в Чувашском государственном театре юного зрителя. Иосиф Трер – заслуженный деятель искусств Чувашской республики и заслуженный деятель культуры Казахстана. Прощание с режиссером состоится 23 ноября в 12 часов в Чувашском государственном театре юного зрителя. Они лучшие самбисты, гимнасты и теннисисты. Сегодня поздравили чувашских спортсменов, которые стали победителями и призерами международных спортивных соревнований. Десятка лучших. Каждый добился успехов в своем виде спорта. Алексей Германов – многократный чемпион мира и Европы по спортивной аэробике. В июне этого года в копилку наград добавилось еще два золота и одна бронза. Чемпионат мира по спортивной аэробике сложился для юноши удачно. Три медали – это очень хорошо. Это максимальное количество, все, что он мог занять, в принципе. Это очень приятно. Я думаю, в дальнейшем будет то же самое. Развиваться, становиться лучше и побеждать. К этому стремится сам спортсмен. Нужно больше ездить по соревнованиям, по международным стартам, по этапам Кумка мира. Единственное, сложности, конечно же, возникают в финансовых проблемах. Да, финансовые проблемы есть. Это потому, что у нас не всегда спонсируются эти соревнования. А так, в целом, готов ездить везде и побеждать. Чтобы дальше Чувашия показывала хорошие спортивные результаты, необходимо дополнительное финансирование. Минспорта Республики решает эту проблему. Татьяна Леонтьева, Мальвина Петрова, Андрей Спиридонов, Республика. На площади Республики начали возводить главную елку Чувашии. В ближайшие дни рабочие установят каркас, затем начнут украшать елку. Новогодняя красавица обзаведется светящимися звездами в национальном стиле. Высота новогоднего дерева – 25 метров. Самый большой открытый каток вновь будет залит на Красной площади города Чебоксары. Более 4 тысяч квадратных метров отличного льда. Здесь же возведут одну из самых больших горок, обустроят детскую и снегоходную трассу. Этой зимой на заливе будет возможность прокатиться на сказочной карете, увидеть целую гору мандаринов. Центральная новогодняя площадка начнет работу с 29 декабря. Еще одним местом отдыха для горожан этой зимой станет Кадетский парк. В администрации города разработали эскиз праздничного наряда для аллеи детского городка. Разноцветная подсветка и тающие сосульки украсят кроной деревьев. А рядом с детским городком установят новогодние арт-объекты и проложат лыжню. В Чувашском драматическом театре премьера режиссер спектакля, заслуженная артистка Чуваши Наталья Сергеева, представила на суд зрителей комедию «Даже Ванька женится». Знакомьтесь, Ванька – главный герой спектакля. Очень интересный молодой человек. Но нигде не работает и мечтает разбогатеть и стать известным. Живет в деревне с матерью. Ванька даже не думает заводить семью. Между тем, у его матери совсем другие планы. Все меняется, когда в доме Ваньки появляется девушка Тамара. Она с первой же минуты показывает всем, кто здесь хозяин. О том, как развивались отношения пары и чем закончилась эта веселая история, узнаете, если придете на премьеру в Чувашский драмтеатр завтра. Это все новости на сегодня. Далее вас ждет интересная и полезная информация. А я с вами прощаюсь. До завтра. Правовые новости от компании «Гарант». Сегодня разъясняем, как оплачивать имущественные налоги банковской картой. Федеральная налоговая служба России в пилотном режиме запустила проект, позволяющий физическим лицам оплачивать имущественные налоги через интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика» с помощью банковской карты. В личном кабинете налогоплательщика для физических лиц теперь можно выбрать способ оплаты банковской картой. Далее дать согласие на обработку персональных данных, ввести реквизиты карты и оплатить. Раньше при оплате налогов с помощью этого сервиса нужно было перейти на сайт кредитной организации, заключившей соглашение с ФНС, ввести логин и пароль от онлайн-банка. Если же кредитная организация такого соглашения с налоговой службой не имела, то нужно было распечатать платежное поручение и оплатить. Еще одно нововведение. Касается оно операций с криптовалютой. Жители нашей страны должны самостоятельно платить налоги при продаже криптовалют. Налоговая база по НДФЛ по операциям от купли-продажи криптовалют определяется в рублях, как превышение общей суммы доходов, полученных налогоплательщикам в налоговом периоде от продажи соответствующей криптовалюты над общей суммой документально подтвержденных расходов на ее приобретение. Физические лица, получающие вознаграждение на основе договоров ГПХ, самостоятельно исчисляют суммы НДФЛ, подлежащие уплате в бюджет, и представляют в налоговый орган по месту своего учета налоговую декларацию. С 12 ноября этого года кредиторам разрешили указывать размер и структуру задолженности в сообщениях, которые они направляют должникам физическим лицам. Соответствующие изменения внесены в статью 7 закона о защите прав и законных интересов физлиц при возврате просроченной задолженности. Ранее указанной нормой было предусмотрено, что кредитор в сообщении должен проинформировать должника лишь о самом факте наличия просроченной задолженности без указания ее размера и структуры. Поправки вступили в силу 12 ноября этого года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова